Ситуация значительно ухудшилась летом, когда закрыли полигон Кучино. Все, кто даже раньше не замечал, не знал, не был в курсе того, что рядышком, в пределах 5-2 километров, с восточным административным округом, находится сокраинный мусоросжигательный завод. Все заметили разноцветный дым, он там от фиолетового бывает до бурого цвета. Все почувствовали, как страшно стало тяжело дышать. Казалось бы, вот, случилось благое свершение, закрыли наконец-то полигон Кучино, на него перестали свозить мусор. Куда его стали свозить вместо полигона, уже не загадка. Уже очевидно увеличилось количество машин, поступающих на мусоросжигательный завод, который рядышком находится, в 3 километрах. И последствия ужасные. Есть статистика его деятельности. Даже за последние 5 лет, по официальной статистике нашей местной поликлиники, предоставленной официальной ее дирекцией, в 4 раза умножились случаи возникновения заболеваний онкологических. Вот, представьте, в 4 раза. Респираторных на 40%. Это только последствия для здоровья людей, не разбитые на статистические группы. Как только люди стали активно волноваться, закрыли сайт эко-мониторинга, по которому могли наблюдать, ну, хотя бы за небольшим спектром. Если у нас с вами будет здесь, рядом у деревни Могутова, мусоросжигательный завод, то что это повлечет за собой? Однозначно, будет нарушена 42-я статья Конституции Российской Федерации о праве каждого на благоприятную окружающую среду. Только что вы слышали слова дамы, которая живет в Москве рядом с мусоросжигающим заводом. Помимо этого, нарушена статья, простите, нарушен федеральный закон 89 об отходах производства и потребления, где определяется приоритет вторичной переработки отходов перед их сжиганием. При сжигании одной тонны мусора вам понадобится 6000 кубов воздуха, в котором кислорода, которым мы дышим, 22%. Вот сгорело все это все, вышло в трубу. И вот эти 6000 кубов воздуха превратились в воздух, в котором только 8% кислорода. У меня вопрос, дышать чем будем? Я думаю, и буду на первом же заседании рабочей группы обсуждать вопрос о том, что мусоросжигательного завода по Дарафаминскому быть не должно в принципе. А все остальное, все технические детали обсуждать даже нет смысла. Не надо нам вешать лапшу на уши.